Так рад быть в собрании святых, в этой церкви для всех народов. Слава Господу! Хотел бы поблагодарить Бога, что в наше время, когда очень умножается зло, мы в Украине это очень пережили, и сейчас война в Израиле, умножается зло, но благодать умножается гораздо сильнее. И сейчас очень благоприятное время для спасения людей. Сегодня день благодарения. Очень благодарю Господа за то, что огромное количество людей сейчас принимает Господа своим Господом и Спасителем. И в том числе и евреи. Вот такого не было. Я уже почти 10 лет веду еврейское служение, и в год у нас в нашем служении принимало Господа 2-3 еврея. И вот когда началась война в прошлом году в Украине, за 3 месяца мы служили военными капелланами, и мы кормили людей в подвалах, в бомбоубежищах, и предлагали молитву покаяния. У нас было больше 200 молитв покаяния. И 22 еврея за 3 месяца молились молитвой покаяния. Сколько из них рождено свыше, я не знаю, но это важно. Важный шаг они сделали. Они молились, они возопили к Богу, они призвали Его в свое сердце. И хочу сказать, что сейчас очень благоприятное время для спасения евреев в Израиле и в других странах. Сейчас в Болгарию приезжают беженцы, беженцы евреи из Израиля. Такие уже приходят к нам, приходят к нам в наше служение. И в пятницу, наверное, в шабате у нас одна еврейка с сыном, они молились молитвой покаяния. И таких у нас уже в Болгарии много. И хотел бы призвать, жатвы много, но делайте ей мало. Хотел бы вас всех призвать, вдохновить, выполнять великое поручение. Спасайте людей. Я бы хотел засвидетельствовать про одного человека. Была такая еврейская бабушка у нас в Киеве. Ей было 70 лет. И у нее долгое время болел муж. И он умер. И она тоже, ее пригласили к нам, наверное, в шаббат, наше служение. Она говорит, я тоже уже собираюсь умирать. Какой эра в шаббат? Говорит, как это? Ну, пришла таки, пришла на эра в шаббат. Сидит такая вся грустная. Я говорю, надо танцевать. Надо радость в Господе, сила наша. Танцевать ради Господа. Она говорит, ну, я уже собралась умирать. Ей было 70 с чем-то лет. Сейчас ей гораздо больше. И я вам хочу сказать, что вот она второй эра в шаббат постила. Третий. На четвертом она уже начала потихоньку танцевать. Потом она говорит, а давайте я в вашем клубе, еврейский клуб на Подоле у нас в Киеве, давайте я буду у вас вести клуб иврита. Буду иврит преподавать для начинающих и продвинутых. Вначале для начинающих, потом продвинутую группу начала обучать. Потом говорит, я готова принять Господа в свое сердце. Призвала Господа в свое сердце. Прошла первый уровень обучения. Приняла твилу, крещение водное. Потом она второй уровень для служителей. Прошла второй уровень обучения. Сейчас она служит сильнее, чем молодая. Потому что у нее времени больше. Она постоянно служит. Ей уже там под 80. Она постоянно с людьми. И сколько она уже и людей привела к Господу. И я вам скажу, что вот такие, каждый человек, Господь жаждет, чтобы к нему обратился каждый человек, даже тот, который собрался умирать. Она там вся какая-то больная была. У нее там такая вот амбулаторная карта вот такой же толщины. Сейчас она давно забыла про какие-то болезни. Она постоянно в служении, постоянно то она проводит эра в шаббат, то она клуб иврида, то еще куда-то, то туда. Ее потом пригласили преподавателем в Хессет. Она там еще сейчас преподает. Она каждый день где-то с людьми. И я вам скажу, что Господь меняет, меняет судьбы. Вот дайте, даруйте эту шанс людям поменять судьбу. Аминь, дорогие. Жалко, времени мало. Уже здесь у нас много людей, которые меняют свою жизнь, которые сейчас включили служение. Служение людям. Сейчас приезжают беженцы из Израиля. Ну, я вам скажу, это такое счастье служить людям и видеть, как меняется их жизнь, когда они принимают Господа. И я вам скажу, что, ну, хотелось бы поделиться. Пусть у вас будет много такого же счастья. Выходите на улицы, спасайте людей. Хотел бы обратиться. Вот кто есть, ну, кто смотрит, хотел бы обратиться. Здесь есть церковь для всех народов. Для всех народов. Вот придите сюда. Есть тут епископ Геннадий Ни. Есть в Бургасе, есть епископ Александр. Александр Петков. У нас есть пастора. Пастор Роман. Пастор Андрей. Тут у нас столько людей, которые могут вам помочь, помочь выполнять великое поручение и получить это счастье. Друзья, приходите. 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 Жатвы много, но делайте или мало. Будьте этими делателями. И я вам хочу сказать, что самое большое счастье – это особенное Божье присутствие в вашей жизни. Знаете, когда мы каждый день в служении, каждый день у нас особые отношения с Богом. Особое отечественное. Испытываем особую любовь Его. Особое водительство. Особые благословения. Подарки Божьи постоянные. И вот, ну, слава Господу. За все благодарю в этот день благодарения. За все благодарю нашего Всевышнего. Амин. Спасибо. Спасибо большое.